Всем привет! В мире, где технологии открывают новые горизонты, дроны позволяют нам увидеть мир с высоты птичьего полёта и заснять моменты, которые раньше были недоступны. От захватывающих дух пейзажей до эффектных гонок суперкаров. Приготовьтесь удивляться и вдохновляться! Пролетая дронам над средневековым фестивалем, не забудьте надеть ему доспехи и шлем, а то, знаете ли, средневековые рыцари до сих пор опасны. Традиции представления азиатских стран завораживают, особенно когда видишь с высоты птичьего полёта. В небе собралось около тысячи дронов, чтобы рассказать сказку о Щелкунчике и Крысином Короле. Как они смогли так точно воплотить героев сказок в воздухе? Это просто фантастика! Наблюдать со стороны за гонкой суперкаров, конечно, интересно. Однако, видеть их борьбу вблизи при помощи дрона – что-то невероятное. Надо признать, что навыки оператора-беспилотника так же хороши, как и навыки водителей гоночных машин. Орлов по праву называют королями неба, и они пойдут на всё, чтобы защитить свою территорию. Вот это вовремя ребята подоспели. Отличная командная работа. Они спасли ситуацию в самый последний момент. Такой контент мотивирует выйти из дома и испытать что-то подобное. Землетрясение в Непале потрясло до глубины души. Фотограф решил запечатлеть последствия катаклизма, отправив дрон над городом. Впечатляющее видео, которое напоминает нам о силе природы. Начнём с того, что видео вызывает серьёзные опасения. По какой причине случилась схватка? Надеюсь, с собаками всё в порядке. Фестиваль воздушных шаров выглядит завораживающе. Но кто-нибудь задумывается об экологическом следе мероприятия такого масштаба? Неловкая ситуация вышла. Надеюсь, у него всё получится в следующий раз. Оператор обнаружил в сердце леса символ примирения. Загадочный шедевр, создатель которого остаётся неизвестен. Дроны – это наши летающие глаза, открывающие нам удивительные виды над головой. Какой же это был дорогой бросок. Надеюсь, парень не расстроился и найдёт новый способ достичь своих целей. Статистика говорит нам, что риск быть укушенным акулой невероятно мал. Наши серфингисты попали в число счастливчиков с хорошей кармой. Как ты думаешь, что сложнее – забраться на горную вершину или спуститься с неё? Нет, это не муравьи. Это косяк скатов спасается бегством от голодных косаток. В китайской культуре дракон – это символ власти, удачи и процветания. Такие представления проходят очень часто в этой стране. Выглядит впечатляюще. Поездка по этой дороге требует определенного уровня мастерства даже летом, а зимой это превращается в целый квест. Честно говоря, я не думаю, что он подходит для шпионажа. Этот дрон решил поработать папарацци. Эй, нужно уважать личное пространство. Перед нами потрясающий баланс между экстремальным спортом и природной красотой. Он выглядит как настоящий воздушный акробат на фоне живописной стихии. После таких моментов у меня, честно говоря, пропадает до речи. А у вас? Наблюдать за синим китом – необычное удовольствие. Здоровяк может достигать веса 200 тонн. Каждую осень в лесу появляется фигура в виде кельтского креста. Лиам Эмири специально посадил сосны двух разных видов, чтобы каждый год, когда придет время, деревья, меняющие цвет, образовали эту необычную форму. Кажется, будто перед нами плод воображения. Но этот оазис абсолютно реален. Вот это да! А вы бы решились на такой прыжок? Пастушьи собаки отлично справляются со своими обязанностями. Вот что значит инстинкт. Полеты винг-сьюте – это вершина экстремального спорта. Дисциплина, которая одновременно и безумно красивая, и очень опасная. Дрон словно сам участвует в безумных гонках по бездорожью. Скорость, адреналины и куча пыли – это настоящий аттракцион для экстремалов и любителей скорости. Природа всегда удивляет своей красотой и разнообразием. Ледоход – красивое природное явление, наблюдать которое – одно удовольствие. Невероятные кадры, не так ли? Мы всегда стараемся подбирать для вас лучший контент. Насколько впечатляющий выглядит демонтаж таких огромных домов. Дух захватывает. Перед вами одна из самых опасных дорог в мире. Наблюдать за лавиной снега очень интересно и завораживающе. Если, конечно, отбросить в сторону последствия ее схода. Волшебная сцена прямо из сказки разворачивается в городе, полностью созданным из снега и льда. В Южной Америке есть водопад, который бьет прямо из скалы. Настоящее чудо, демонстрирующее мощь и красоту нашей планеты. Нога человека, казалось бы, ступала уже всюду. И на планете не осталось непокоренных мест. Эта участь постигла даже неприступные склоны горы Хуашами, на которых соорудили трапу смерти. Дрон снял впечатляющие кадры крушения башен ТЭЦ в Британии. Снос был запланированным и контролируемым. А проводившая его кампания даже организовала прямую трансляцию процесса, чтобы все желающие смогли увидеть эффектный взрыв, не создавая толпу. От такой картины хочется потерять дар речи. Выглядит как финальная сцена из любого мультфильма Дисней. Сказочная атмосфера. Теперь благодаря дрона мы можем увидеть свою планету совершенно необычных ракурсов. И мне очень нравится такой взгляд на нашу Землю. Калона Акадзхи в Грузии – это небольшой монастырский комплекс с часовней на вершине скалы. Попасть туда можно, только поднявшись по ненадежной стальной лестнице. Форд Спидбанк – необычная историческая военная крепость в проливе Солэнд. Теперь это роскошное эксклюзивное заведение и отель. Оружие и боеприпасы давно вывезли, освободив место для девяти роскошно обставленных люксов. Ниагарский водопад известен на весь мир. И видео показывает, что это действительно уникальное творение природы. Это своеобразная природная граница между двумя странами – США и Канадой. И жители этих стран имеют к ней одинаково свободный доступ. Похоже, капитан Джек Воробей решил показать класс на регате. Есть вещи, в которые абсолютно невозможно поверить. Удивительно, как такое вообще может произойти. Американская художница Соня Хинриджсен не сидела сложа руки, когда в январе над Колорадо прошел циклон. Она рисовала на снегу эти самые орнаменты, используя свои ноги. Просто удивительно, сколько часов она потратила на рисунки. Жаль, что рано или поздно снег растает. Но кадры с дрона никуда не денутся. Дрон поймал момент, когда акулы устроили настоящее пиршество. Огромный косяк, словно шведский стол для морских хищников. Так выглядит рай для интровертов. С каждым поворотом открываются все новые потрясающие виды. Настоящее визуальное наслаждение. Вершины покоряются теми, кто не боится высоты. Только посмотрите, как много параплана в небе одновременно. Сколько крыльев удалось насчитать? Удивительный баланс взаимодействия человека и дикой природы. Купольные дома были построены на суше, но со временем ушли в океан. Природа всегда найдет способ показать свою силу. Конструкция под названием «Небесный коридор» находится в китайской провинции Гуандун на высоте 500 метров. В темное время суток небесный коридор начинает подсвечиваться разноцветными огнями. Красиво, правда же? Эти кадры просто завораживают. Никакая графика не сравнится с человеческим талантом. Как правило, косатки охотятся на более мелких млекопитающих – морских львов и тюленей. Но в этот раз они вступили в битву, которая им совсем не по зубам. Мало с чем можно сравнить спуск по теплой лаве с мыслью о том, что вулкан может проснуться. Фантастический панорамный вид с белоснежной башней в Шри-Ланке. Мне кажется, ли она напоминает перевернутый штопор. Некоторые исторические сооружения надежно изолированы от мира. С древних времен они служили единственной цели – защитить хозяев от незваных гостей. Миграции стат оленей – явление редкое. В естественной среде за ним можно наблюдать всего несколько раз в году. Дроны не только снимают зрелищные видео, но и создают их. Если вы собирались использовать дронов для доставки, то этот воздушный пират вас переубедит. Древняя крепость Учхесар в Каппадокии сделана не руками человека, а природой. Она находится внутри горы Истуфа, очень мягкого материала. По виду само здание напоминает головку швейцарского сыра, правда же? Это не портал в другое измерение. И не природное явление, а скорее рукотворное сооружение. На самом деле эта воронка является обычным водосбросом в озере. Воронка должна убирать излишки воды, которая уходит по большому туннелю в другое водохранилище. Конечно, внешний водосброс действительно напоминает таинственный объект. Некоторые люди даже называют воронку входом в потусторонний мир. Но это всего лишь сказки. Хотя мы не можем покорить каждую горную вершину, лично мы можем отправить дрон, чтобы заснять потрясающие кадры. Выглядит как мой ночной кошмар. Вы знали, что кайманы собираются в такие огромные группы в период засухи? Зона 51 – самая загадочная база в мире. Но эти кадры из дрона ставят точку во всех домыслах и конспирологических теориях. А вы заметили следы НЛО? Во Франции во время винного фестиваля сотни дронов наполнили бокал вином. Вот это я понимаю в размах мероприятия. В провинции Дзяньси есть деревня Ванцянь, которая словно перенесена из старых китайских сказок в наше время. Дома прижались к скалам, как птичьи гнезда. Представьте себе, когда-то эти места были райским местом, где можно было искупаться в речке и отдохнуть в тени деревьев. Но река поменяла русло, а пустынные ветра намели огромную песчаную дюну, которая перекрыла доступ в долину и ветрам и всем рекам. И там осталось только африканское солнце. Из-за сухого воздуха растительность не стала гнить, а высохла и рассыпалась в прах. Всё это создаёт ощущение тишины и безжизненности. За это место и прозвали Мёртвой долиной. Обычные китов можно увидеть только на глубинах из-за их огромных размеров. Хотя иногда их выбрасывает на берег. Но в итоге, благодаря помощи волонтёров, всё заканчивается хэппи-эндом. Кто-нибудь знает местоположение этого моста? Я бы с удовольствием прокатился по этому маршруту. В Ругвае находится уникальная плантация эвкалипта необычной формы, которой можно любоваться только с высоты. Почему у плантации такая форма? Согласно некоторым сведениям, именно такую форму имела тавро, которым клеймил скот владелец ранчо, где посажены деревья. В Ругвае владельцы клеймили скот с начала 19 века. И у каждого владельца было своё клеймо. Захватывающие виды буддийских храмов в Китае словно открывают дверь в другой мир, где нет тревог и проблем. Это удивительное зрелище. Сотни фламинго собираются на озере, превращая его в настоящее произведение искусства. Их грация элегантной создаёт неповторимую картину. В мире немало удивительных мест, но есть среди них особые. Таким местом можно назвать посёлок Город Садов в Дании. Каждый круг поделен на секторы, как гигантская пицца. И каждый из таких долек представляет собой двор, ворота которого выходят на общую для всех жителей квартала центральную площадь с парковкой. Идея этой уникальной планировки заключается в том, чтобы имитировать традиционные узоры датской деревни 18 века, где люди использовали середину как центр для отдыха и общения с соседями. А вы бы хотели жить в такой коммуне? Такие кадры заставляют взглянуть на мир с другой стороны. Надеюсь, это не результат чего-то страшного, а скорее арт-проект. Да, увидеть фейерверк с высоты птичьего полёта было бы захватывающе. Но благодаря квадрокоптеру мы можем наслаждаться этим великолепием прямо из уютного кресла. Это выглядит невероятно, не так ли? С первого взгляда трудно точно определить, что это такое. Отдалённо напоминает рисунок. Самое удивительное, что на самом деле это кадры с дроны в Австралии на озере Чакора. Возникает вопрос, что же могло образовать эти тёмные линии, которые выглядят как стволы и ветви деревьев. Это место называется Озеро Древа Жизни. Таинственный район окружён чайными деревьями. И после шторма, когда озеро осушено, масло чайного дерева оседает в естественных путях озера. И возникают такие фантастические узоры. Благодаря дрона мы получаем уникальную возможность взглянуть на величественные красоты природы, которые раньше оставались недоступными. Это дрон полностью имитирует движение американских горок. Просто расслабься и наслаждайся поездкой. Устали каждый день вставать в самую рань, чтобы выгулять любимого питомца? Житель Кипра знает, как разрешить эту проблему. Хоть и немного нестандартным путём. Друзья, спасибо за просмотр! Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить всё самое интересное.